Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос и сегодня у нас с вами простая игра на сложное понятие симметрия. Что нам нужно будет для этой игры? Мы заранее для вас подготовили вот такие шаблоны. Это шаблоны кубиков, которые передо мной находятся. То есть по ним вы можете вырезать и склеить, донести изображение, а потом уже склеить. Так будет проще. Какое же нам понадобится изображение? На самом деле вы можете здесь довериться своей фантазии и любое изображение наносить на эти кубики и соответственно потом составлять для них карточки. Если это на первых порах будет сложно, тогда можно будет взять наши карточки, которые мы также прикрепим под этим видео. И ориентироваться на них. Основная наша с вами задача научить ребенка понятию симметрия. Ну и самим заодно вспомнить ее. Понятие даже звучит сложно, но на самом деле с помощью зеркала и вот этих всех замечательных приспособлений это все очень легко усваивается и очень интересно для детей. Потому что в этом присутствует такая небольшая магия, когда ребенок видит отражение в зеркале и понимает, что это то же самое, что у него на карточке. Изначально, чтобы ребенок понял, о чем идет речь, вы демонстрируете это сами. То есть первое, что вы делаете, показываете ребенку, что у нас есть такие замечательные кубики с изображением, у нас есть такие замечательные карточки с изображением, и у нас есть вот такое волшебное зеркало, которое помогает нам в том, чтобы вот это изображение совпадало с кубиком. На кубике у нас изображение нанесены таким образом, чтобы когда мы подвигаем это изображение к зеркалу, в зеркале появлялось симметричное ему изображение и совершенно менялся рисунок, иначе выглядеть начинал. В этом и заключается понятие симметрии. Сейчас я вам буду демонстрировать, как работать с карточками, и тогда станет все гораздо понятнее. По поводу зеркала, да, вы можете использовать любое зеркало, можете прямо даже использовать то, которое у вас, например, большое на шкафу, просто сесть с ребенком в область этого зеркала и прикладывать кубики к нему. Не у каждого, допустим, дома есть небольшое такое зеркальце, но если вдруг у вас есть оно, и вы не знаете, как установить его, чтобы оно вот так вот устойчиво стояло, у нас для этого есть такие подставочки, но можно использовать вот такие вот скрепки, которые вы цепляете за низ зеркала, и за счет вот этих вот штучек оно будет держаться, оно не будет падать ни назад, ни вперед, и, соответственно, будет держаться ровно. Нам нужно именно вот такое положение под 90 градусов. Итак, как же работать с карточками? У нас на карточках нанесено определенное изображение. Задача ребенка прийти к этому изображению, найти кубик с подобным изображением, подставить его к зеркалу, и должно получиться вот такое вот. Когда вы это объясняете ребенку, вы ему это все демонстрируете, иначе он этого не поймет, как и вы сейчас меня, наверное, не понимаете. Поэтому мы ищем, что мы ищем? Мы ищем половинку, получается, когда мы смотрим, да, у нас должна быть вот такая половинка, я не знаю сейчас как видно, да, то есть мы представляем мысленно, да, себе, можем ребенку показывать изначально, что вот такой вот рисунок нам нужен на кубике. Когда мы его представим к зеркалу, получится рисунок вот такой, и потом мы это покажем ребенку. Но изначально нам нужно найти два кубика, на одном из них будет вот такой вот треугольничек, на другом половинка круга и красный круг. Так, ищем сначала треугольничек, вот я нашла, я его подставляю к зеркалу. Сейчас мне нужно найти круг и красный, полкруга и красный кружок. Вот таким вот образом выглядит это изображение в зеркале. Мы смотрим на изображение в зеркале и смотрим на карточку, получилось ли у нас достичь желаемого, да, того, чему мы в принципе шли. И понимаем, что когда мы подставляем кубики к зеркалу, у нас получается то же самое изображение, что нанесено на карточке. Значит, мы с заданием справились и, соответственно, мы хорошо понимаем, что такое симметрия. Когда мы к зеркалу подносим определенный рисунок, мы видим, что в зеркале отражается такая же точная половинка. И получается вот то же самое целое, что у нас нанесено на карточках. Это была у нас первая карточка. Давайте еще раз рассмотрим парочку, которую я для вас приготовила, чтобы было понятно, да, каким образом мы дальше будем работать. Есть у нас еще вот такая карточка. Я сейчас уже так подробно не буду останавливаться, каким образом мы выбираем, что на кубики. Я думаю, принцип понятен. Ищем кубики. Так. Кружочек и палочка. Палочка нашла. Осталось найти кружочек. Так. Изображение на карточке совпадает с отражением в зеркале. И последняя карточка, которую я на сегодня заготовила, это карточка с кубиком. Сейчас мне его нужно найти. Так. И... Вот так. Проверяем. Насколько мне видно, карточка и изображение в зеркале у нас опять совпадают. Вот таким образом мы занимаемся с ребенком. Карточки, опять же, повторюсь, можно делать самим. То есть, если вам сложно пространственно представить, как это будет выглядеть в зеркале, вы просто рисуете изображение, подставляете к зеркалу и рисуете такую карточку. Таким образом будет гораздо проще, чтобы не запутаться, не сбиться самому и не сбить с толку ребенка, когда вдруг получится, что такого изображения на кубике нет. Вот таким образом мы с вами можем изучить симметрию с ребенком, можем вспомнить, что это такое самому и прекрасно и весело провести время. На этом на сегодня все. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Не забывайте про наш телеграм-канал. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.